Бритва после заточки. Бритва от английской компании Marsh Brothers & Co. Шеффилд, конец 19 века. И сделала ремешок, как просили. Сначала по бритве. Бритва шла вот в таком футляре. Футляр не родной. Футляр от Золингеновской бритвы. Фирма Энглосверк. К этой бритве не относится вообще никак. И бритва торгового марка Роксо. Довольно известная. Климу Marsh Brothers & Co. Шеффилд, Англия. И название завода, где эта бритва была сделана. Помнсворк. Бритва сама по себе изначально была неплохая. Но продавец, который вам ее продал, ну скажем так, сказал неправду. То, что она новая, неточенная. Там полный сохран. Как можно видеть, ну на камеру наверное плохо будет видно. Огромная такая волна по обуху. Из обуха она переходит в полотно. Вот я играю светом. Видно. Вот. И крест. Мальтийский крест, который над словом Роксо он немножечко стерт. Да и само слово Роксо немножечко стерто внизу. То есть бритву по-любому прикладывали к станку. Делали, ну не регринта, что-то такое. Убирали широкие фаски после того, как она уже была сточена. Поэтому сейчас у нее заточная фаска нижняя тоненькая получилась. Я вот и сам заточился с одним слоем азоренты получается. Вот. А верхней фаски как бы вообще нет. Но здесь такая огромная волна идет. Если поиграть на свету, ее хорошо видно. Вот. То есть, но бритва никак не может быть новой. Вообще никак. Никаким образом. Вот. Ее уже кто-то на станке оприходовал. При этом, как я изначально говорил, это лотерея. И понять, что с ней будет после заточки, невозможно до самой заточки. Поэтому вот я ее начал точить на тысячном камне кромку. Проверяю. Лезет заусенец. Сразу лезет. Причем так хорошо и мощно. Вот. Я это, конечно, поборол. Сейчас она выточена полностью хорошо. Без заусенца, без микросколов. Вот. Но сталь очень мягкая. Мягче, чем она должна быть изначально с завода. То есть, когда бритву прикладывали к станку, ее немножко отожгли по ходу. То есть, твердость здесь меньше, чем должна быть в оригинале. Вот. То есть, соответственно, я не могу гарантировать, насколько вам хватит заточки именно на этой бритве. Вот. Может, какое-то время нормально будет брить. Может, быстро сядет. При этом тесты проходят очень мягко. Вот. Ну и вот, опять же, это, не знаю, для всех новичков, как предупреждение, не пытайтесь сэкономить и купить что-то типа новое. Вот. Вот вставлю видео справа. Это видео прислал мне человек, который эту бритву захотел заточить. И это видео ему прислал продавец. Вот как так можно тестировать бритву? Если вы покупаете где-то бритву, и вам продавец показывает что-то подобное, как он режет ее в бумагу, блин, я не знаю, дрова колет, ни в коем случае это брать нельзя. Ну, то есть, ну, не то, что нельзя, но человек абсолютно не понимает, что он продает и что с этим надо делать. Вот. Бритву вот так вот бумагу порежешь, одного раза вполне достаточно, чтобы громко полностью села, посыпалась, не знаю, называйте, как хотите. То есть, бритву надо однозначно после такого офигенного теста перетачивать. Вот. Это во-первых. Ну, и во-вторых, общее состояние. Понятно, что новичок, он не сможет понять вот эту фишку с регриндом. Ну, тут не было регринда, но фишку со станком. Ну, здесь видно, что верх креста стерт, низ надписи стерт. То есть, ну, скорее всего, ее к такому большому кругу прикладывали и на нем убирали ширину фасок. И при всех подобных операциях всегда есть риск, что будет отпуск стали, бритва станет мягче, чем она должна быть. И тут уже в лотерее, опять же, может, она будет там и 5-6 месяцев нормально работать, а может сразу сесть. Вот. Ну, опять же, это тоже можно частично побороть, правильно ее заточив, но все равно это не дает гарантии на долгое бритье. Вот. Ну, вот по факту, прямо сейчас, она очень хорошо проходит тесты. Она довольно мягкая, даже нетипично мягкая. То есть, в бритье сразу же, вот вы ее сейчас получите, не надо ее там, ни на ремне править, ничего. Просто взяли и сразу начали бриться. Вот. То есть, она будет довольно мягкой. Вот. Ну, а как потом, это только время покажет. На ремне тоже, чтобы ее направить, надо минимум проходов, так как она мягкая, уже. Вот. То есть, тут кругов 20 максимум, и она будет полностью готова к бритью. Вот. Ну, тесты, как бы, все проходят. И в оптику нормально громко выглядит, без всяких там сюрпризов. Вот. Ну, это вот изначально, если вот ее точить, на грубых камнях начинать, как и все бритвы, когда эту кромку сводим, вот, там изначально сразу видно, что со сталью что-то не то. Одно движение буквально по камушку делаешь, от себя, например, в оптику сразу же смотришь, и сразу же видишь, что по всей кромке полезла сталь. Но это ненормально, так не бывает при нормальной твердости бритвы. Ну, в общем, такой вот экземпляр. Ремешок, ремешок сделал тоже, как просили, самый хороший. Вот. Такой он, на миллиметра 4 где-то, наверное. Вот. Ну, ремня хватит на долгое время. Если будете аккуратно использовать, то, если не будете его резать, то хватит на долгое время. А с этой бритвой, ну, поиграйтесь, потренируйтесь. Здесь всегда можно потом взять что-то более хорошее. Ну, а будущее предостерегаю. С такими тестами на бумаге, с таким внешним видом, конечно, лучше не покупать. Вот. Ну, на этом все. Сегодня, наверное, отправлю.